Всем доброе утро. Я тут себе завтрак сооружали. Завтрак у меня как и вчера был, тост с арахисовой пастой и кофейный напиток вот такой с медом и с молоком. И все, накрасилась я вот так сегодня. Вообще я люблю разноцветные тени. Люблю яркие. Я все люблю ярко. Зависит от того розовое платье, розовые тени, но это летом. Джинсы голубые или тени. Почему бы и нет? Почему только коричневые? В жизни должны быть краски. У нас сегодня вечер на улице. Прям такой конкретный. Мы его передавали, так что наверное шторм на море. Людям сказали можно на пляж, а погода сказала сидеть дома. Так вот. ничего нового. Все, завтракаю и иду на работу. Сегодня как-то волос лег. Вот эта челочка непонятная, что-то она была в другую сторону. Я ее намочила, сделала сюда. В общем, трындец капец. Что-то она хочет вот так вот дыбом встать. Наверное, скажет ветер на улице, встану дыбом. Я вот ее укладываю, укладываю. Но никак. Зараза. У нас такой ветроган. На море такой шторм, как я в принципе и говорила, что бедные люди. Ждали, ждали. И вот такая вот погода. Я сейчас поеду в Lidl за хлебушком. Ну еще наверное может что-нибудь куплю. Посмотрим. Вот. И вы посмотрите. Музыка. 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 И вы посмотрите, где меня ждет. Тим, мои шляпки Машина грязная Все, мама купила Сейчас, в общем С этим Как их называть-то Ну, кто деньги берет На кассе Смеялась У нас везде написано Платите карточкой, чтобы не это Ну, меньше трогать деньги И все такое Значит, я достала карточку Знаете, вот Он такой мне говорит Ой, ты мне должна, типа, свой Ну, это вот Паспорт показать, будем говорить, что паспорт Я ему достаю паспорт Он берет, ну, карточка вот эта Он берет ее, значит, смотрит И карточку тоже, вот С которой платила, тоже мне должна показать Я ему достаю карточку А еще мне подпись должна поставить Ну, я ему подписала, я говорю а смысл тогда что везде просят платить тархета их карточка если я намного больше всего потрогала чем если бы я платила деньгами не говорю не где где говорю смысл вот такой но это не я прошу я говорю нет я ничем вас не обвиняя просто мне говорю смешно везде написано платите карточкой чтобы не трогать да ничего вот там не деньги чтобы она но я ему дала карточку банковскую он ее посмотрел карточку такую он посмотрел я его подписала его ручкой в общем я перетрогала все на свете не горе не вижу никакого смысла платить картой в общем вот так вот мне в принципе без разницы ну ветер того чарли слазь оттуда загорает смотрите деловой едет не ну посмотрите на него чарли нельзя так ездить баха деловая колбаса это тебе не аквариум все поехал домой то мороженое растает я у меня совсем поехала я поехал за хлебом хлеб то я не купила ну вообще ну что же я такой дурак такая вот съездил за хлебушка вообще дурочка купила зато 2 манго они прям спелые это не наше это перу по моему 2 авокадо что-то так хотелось закохтела с авокадо по моему вот это уже прям спелый вот такой салат обожаю иногда себе покупаю раз раз в год и сейчас буду делать себе сосиски вот такие венские вчера у меня посолька осталось совсем мало все таки чуть-чуть совсем осталось и вот такой десерт а мороженое вот такое уже положила с карамелью блин как так а поехала за хлебом а хлеб то я и не купила маруся ну ладно буду сейчас сосиски отварим что теперь без хлеба буду есть я белый не люблю но значит так тому и быть мне на пользу все летает такая жарище дома открыть ничего нельзя потому что все летает от сквозняка я вообще жесть пойду гулять в горы пойду туда тучи какие-то налетели соседки с детьми девочка откуда не взялась не два мальчика шумный трындец они живут не сайт не соседка там подальше с ними в соседстве наверно можно повеситься чем-то там нормально и мне нормально ветряхан какой чем все одеваюсь пойду в горы в горы сегодня да чуть-чуть здесь не надувает поэтому мы нормально вам прям вот раз вот в это вот нише стоит сидит ему там хорошо до чали мама на кае переодеваться и пойдем сегодня пойду пораньше все равно не жарко до поэтому скучно смотрите прикол я по дороге еду а чарли у меня умный он по тротуару а я дуракам закон написан по дороге в горы лезу чарли умный да ты такой ум не вообще правильно нельзя по дороге ходить опасно такой вот район новый одинок с таким видом на мой шикарный конечно вид я уже иду обратно сходила самый верх теперь иду обратно вот вы знаете мне вчера прислали по почте и в инстаграм видела в общем что будут с 15 числа открывать спортзал что вот нужно звонить чтобы раз вам разморозить свой как сказать-то оплату свою вот потому что я когда оплатила наши закрыли на полмесяц до 12 что ли по у нас закрыли в общем там полмесяца у нас оплачены но мы их не израсходовали вот я видимо надо звонить и говорит что вы вернетесь спортзал я еще вообще не знаю как все это будет выглядеть и буду ну вот эти два месяца ой полмесяца надо отходить как бы еще я дурак что ли заплатила ходить не буду но на лето вообще планировала не ходить спортзал потому что море все дела работа то есть либо море либо спортзал да летом как бы хочется загорать по покупаться ну и вообще не знаю как отсюда будет выглядеть у нас карантин до двадцать первого числа даже не карантину да по моему карантин но через случайное положение у нас до 21 числа пока могут все фазах каких-то этапах мы сейчас на втором этапе где можно ну делать почти все только нельзя в другую провинцию передвигаться а тут не в барабан я и раньше и особо не ездил по чужим провинциям вот если только в малагу поэтому а вот чтоб про спортзал я не слышала раз говорят то будем верить да или мы на третьей фазе уже можно очень с этими всякими этапами уже вся с кругом запуталась что можно что нельзя я даже же сейчас не вдаюсь ни в какие подробности например знаю что можно гулять какой умный моя лапа знает что вот тут вот идти ему опасно а вот там он спокойно проходит я знаю что гулять можно когда хочу во сколько хочу работать можно чаще все можно в общем да как то так а еще увидела что произошло в россии как там бензина в общем в реки все эти вышли и что об этом узнали через два дня из социальных сетей я просто иду и недоумеваю как так может быть вот до завод какой-то нефтяной у них утечка там то есть они об этом мне кажется прекрасно знали но умалчивали правильно и там такая катастрофа там такое как от ущерба природе что блин вообще трындец и через два дня узнали типа правил там кто начальники из социальных сетей как так это вообще такая безответственность вот представляете вот эта вот вся природа она вымрет благодаря кому благодаря вот нам рукам таких вот безответственных людей это же вообще потому что как иначе ужас вот так вот а потом мы удивляемся вирусы хирирусы умираем да мы сами себя как говорится убиваем нам не нужен никакой убийцы мы сами себя задушим и уморим это же сколько рыбы умрет это же вообще трындец земля это ужас ужас даже представляете вот как вот это все взять у нас тоже случаются очень часто пожары вот и прям вот очень сильные тоже благодаря людям которые у нас 1 июня уже запрещено делать разные барбекю а вот всякие огни костры вот находятся с какие-нибудь долба долба деды которые вот могут все вот это вот уничтожить представляете вообще ужас так вот ходим гуляем никому не мешаем кстати родственники сказали как ты там ходишь там же эти дикие кабаны у меня охранник есть чарли ой блин вообще да под когда идешь вот так одна то как-то жим-жим что вдруг какой-нибудь кабан возьмет вылезет хотя знаете сейчас кабаны такие умные что они по городам лазят чтобы в мусор к мусорке поближе чтобы еде было пожрать а тут чё у них тут у них ни хрена ничего нету чтобы лакомиться да да есть такая проблема что дикие кабаны в город выходят с кабанятами вот так вот хочешь жить умей вертеться тут горах нету ветра хорошо в общем вот так одни кошмары я говорю все за про вирус уже и забыли что там какой-то вирус надо блин планету спасать вообще трындец я так хочу пить что смотрю вот на эти вот поливалки я говорю сейчас как собака бегала бы и пила бы еще когда поднималась уже хотелось очень пить да у хотя есть поилка вот рядом с мусоркой но вот так вот все здесь это детская площадка блин когда видишь воду и хочется бить чарли туда нельзя вот у меня привычка дурная никогда с собой него не ношу воду меня есть водичка для чарли но это вот для пипи но там она с этим с мылом такой сушняк ну ничего сейчас уже дойдем домой минут через 15 и там как я прельну к этому графину разговаривали с сестру и она там квас покупала меня блин чувствовала как она его пила я говорю я сейчас тоже глотанула и у меня возникла такая идея может быть в русский смотаться завтра послезавтра и купить себе что-нибудь вкусненького я уже дома сейчас буду такое блюдо готовить меня у сестры научилась мужа готовить это очень вкусно в общем все овощи у меня вот здесь фасоль стручковая картоха лук помидоры алька чёфа и кабачок будет один все это нужно нарезать сейчас кольцами и потом слоями загрузить вот я внешний слой кладу это но вы видите чудо фасоль так вот нижним слоям нижний слой меня будет фасоль сверху меня будет картошка сверху фасоль у меня будет картошка можно посолить поперчить вот так вот слои вот и сейчас будут отправляться туда артишоки я вот все слоями положила значит внизу у меня фасоль стручковая картошка эти цветочки то господи как называют артишоки лук кабачок и сверху помидоры положила теперь самое главное все это посолила теперь вот я налила воды вот приблизительно сколько мне надо и добавляю я сейчас вам посчитать сколько ложек уксус у меня вот винный уксус обычный там грамм но обычный винный уксус вот сейчас посчитай сколько ложек я добавил 5 ложек уксусом и сейчас все это буду называть вот так вот но я и дома всегда в той сама все делаю на глаз если воды не хватает давим воды и вот так вот масло немного оливкового вот воды сейчас добавлю воды вот смотрите видите она там не хватает двух пальцев для того чтобы накрыть все это вот теперь я это все накрываю крышкой и ставлю на средний огонь чтобы все это вот как бы тушилось запах конечно пойдет от уксуса очень такой брашечный но это очень вкусно такие овощи просто они обалденные завтра как буду лопать такими вот слоями все это будет вот так очень вкусно так что вот такой вот рецепт а уксуса можете добавлять по вашему усмотрению хотите покислее хотите по 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 но кислее но обязательно с уксусом без уксусом будет невкусно ставим лайки если вам понравился такой рецептик простенько но со вкусом и пишем комментарии делали когда нибудь такое или это впервые я попробовал у сестры мне очень понравилось и я такая как и она мне все объяснил это уже все закипело очень вкусно пахнет минут 15-20 поварится и готово а я приправа мы не закрыла в общем я не хочу ужинать вообще не хочу есть наверное это из-за того что я так как пришла с прогулки выпил два стаканчика воды и все и то есть надо пользоваться моментом и не жрать чем я и займусь заварю себе чай а вот и вот такой у меня будет ужин так что вот так друзья на завтра у меня еда есть буду с вами прощаться а что еще мне будет остается делать у нас сегодня заканчивается большой брат по телевизору нет небольшой брат последний герой вот так что пошла я смотреть сколько у нас времени времени у нас 10 часов всего вам самого наилучшего приятных выходных и всем пока пока а и и Продолжение следует...